Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня выпуски. Мэры муниципальных образований Иркутской области приняли участие в заседании регионального совета. Саянские семьи готовятся к новому учебному году. В городе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В парке зеленые работы до конца еще не завершены, но он уже очень популярен у горожан. В первенстве России по легкой атлетике успешно выступил саянский спортсмен Никита Овсянников. Состоялось заседание регионального совета Иркутской области под председательством губернатора Сергея Левченко. В повестке дня были следующие вопросы. Объемы финансовой помощи муниципальным образованием, подготовка образовательных учреждений области к новому учебному году, реализация на территориях проекта формирования комфортной городской среды и проблема утилизации в населенных пунктах твердых бытовых отходов. В областном центре состоялось заседание регионального совета Иркутской области под председательством губернатора Сергея Левченко. На заседании были рассмотрены следующие вопросы. Объемы финансовой помощи муниципальным образованием и грамотная бюджетная политика, подготовка образовательных организаций к новому учебному году, реализация проекта формирования комфортной городской среды на 2018-2020 годы и пути перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Первый заместитель министра финансов при Ангаре Александр Каневский при рассмотрении вопроса о нормативах отчисления доходов местной бюджеты от федеральных и областных налогов и сборов отметил, что задача, которую правительство Иркутской области видит основной в плане обеспечения наполняемости местных бюджетов доходами, это стимулировать органы местного самоуправления к наращиванию собственной налоговой базы. Что касается предложений по перераспределению налогов из областного в местные бюджеты, то это ведет к снижению другого направления поддержки межбюджетных трансфертов территориям. Губернатор Сергей Левченко также призвал участников Рексовета крайне взвешенно подходить к теме перераспределения налоговых и неналоговых доходов. Чтобы у нас не было механических решений, которые, вот как я уже вам в прошлом году говорил, и сегодня подтверждаю это дело, вот мы УСН с вами приняли 30%, 4 муниципалитета выиграли, остальные проиграли. Сегодня тоже есть, значит, желание, вот такое механическое отчисление муниципалитета, чтобы шло. В результате получается у нас очередной перекос, который приходится исполнять и исправлять. Поэтому давайте мы с вами и на Рексовете внимательно будем относиться к таким предложениям, для того, чтобы у нас не создавалось новых перекосов. По вопросу о передаче для обслуживания полигонов ТБО региональному оператору, мэры муниципалитетов выразили опасение, что это может привести к значительному повышению для муниципальных образований тарифов, что создаст дополнительные расходы местным бюджетам. Губернатор пообещал собрать отдельное совещание по этому вопросу, решить проблему с учетом интересов всех участников процесса. Обсуждался также вопрос подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году. Во всех 42 муниципальных образованиях при Ангаре работают межведомственные приемочные комиссии. К 20 августа в соответствии с графиком проверят все образовательные учреждения, в том числе 833 школы и 881 дошкольные учреждения. По состоянию на сегодняшний день комиссии уже проинспектировали 951 организацию, что составляет 53%. Следующим вопросом повестки была реализация в регионе проекта по формированию комфортной городской среды. Губернатор Сергей Левченко поручил правительству Иркутской области разработать систему грантов для муниципальных образований, которые активно участвуют в проекте. По этому вопросу на заседании выступил мэр Саянск Олег Боровский с докладом о реализации мероприятий по комплексному благоустройству территории Саянска. Второй год подряд этот проект в городе успешно реализуется. По его словам, площадка Рексовета дает реальную возможность мэрам пообщаться с губернатором, с председателем правительства, министрами по самым актуальным для территории вопросам. На региональном совете мы уже конкретно решаем, ставим задачи и получаем ответы. То есть не как обычно было раньше, что вопрос задали и где-то ждем в детрах, когда все. А сейчас мы прямо там можем получить ответ. Либо губернатор, как вчера он дал несколько поручений, правительству выяснить, разобраться, уточнить. Площадка Рексовета, как отмечают практически все мэры территории, и создают условия для плодотворного сотрудничества губернаторов, мэров, правительства области по программам развития отдельных территорий и регионов в целом. Хлопотная пора, время подготовки к школе наступило для многих стоянских семей. Первым делом необходимо, конечно, закупить тетрадки, ручки, дневники и все для творчества. Благо цены на этот товар в основном остаются на прежнем уровне. Огромный сортимент всевозможного товара для умников и умниц, которые скоро сядут за школьные парты, современным школьникам действительно можно только позавидовать. Традиционно самый ходовой товар к учебной паре – это тетради. Тонкие тетради в 12 листов можно купить по цене от 4 рублей, в 18 листов – от 6 рублей. Самые дорогие тетради предлагаются от 70 рублей и выше. Красная серия с Куир-кодом, который поможет вам в изучении предмета. Здесь также очень много есть подсказок для изучения предмета. Также есть серия тетрадей «Яркая наука». Ну, она такая лаконичная, но яркая. Также мы представляем и серию тетрадей «Мир в цвете». Тоже своеобразный дизайн, высокое качество листов. Своеобразный дизайн и качество высокого листов отмечается в серии «Альт» тетради. Цены на рабочие тетради за летний период стали выше на 20-30 рублей. Многое же другая продукция выросла в цене незначительно. Разнообразие ластиков предлагает фирма «Маппит», фирма «Милан». Ну, в этом году у нас их очень много. И маленьких, и больших, и цветных, и разной формы. Дети их с удовольствием берут. У нас даже были одни покупатели, не с нашего города. И они набрали большую кучу ластиков только потому, что они их коллекционируют. При этом ребенок еще в школу не ходит, а ходит в детский сад. Остались очень довольны. В этом году нас порадовали в поступлении школьных рюкзаков, которые направлены на категорию учеников 5-6-7 классов. Эти рюкзаки фирмы «Бруно Висконти» отличаются интересным дизайном, высоким качеством. Радует большой выбор развивающих игр для детей всех возрастов, а также головоломок. Экспертимент нормальный, все устраивает. Настояние хорошее. В школе готовимся. Сейчас я приобрел в данный момент книгу о футболе, потому что я люблю футбол, занимаюсь им, хочу стать профессионалом. У нас первоклассник, поэтому, конечно, расходы немаленькие для первого класса. Нужно закупиться всем. Настроение веселое, первый класс. Цены, наверное, как и везде. Везде, конечно, дорого. Изысканно оформленные еженедельники, записные книжки, множество товаров для рукоделия и творчества, и, конечно, художественная и справочная литература радуют красивыми обложками и качественными переплетами. Цены на книжную продукцию, увы, не маленькие, но, как и прежде, книга считается лучшим подарком для ребят, которые любят читать. Подготовить детей из многодетных семей к школе поможет Управление социальной защиты населения, где до 31 августа нужно оформить документы на денежное пособие. Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организацией, либо подлежит приему на обучение. Постановление правительства Иркутской области о предоставлении многодетным семьям ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе было принято в январе 2017 года, и многие родители уже успели оформить необходимые документы. Однако в постановление были внесены изменения, которые вступят в силу в августе текущего года. Они расширили перечень тех, кому выплаты полагаются. Раньше такую выплату могли получить семьи, где люди получали государственное пенсионное обеспечение. Не входили туда медлиционеры, пожарные, тот, кто у нас в уголовно-исполнительной системе. А теперь входят те, кто получает пенсию, так получается, что, наверное, за выслугу лет. И плюс общее пенсионное обеспечение, вот как и было. В Саянце, в котором была ранее отказана выплата по этим основаниям, сотрудники соцзащиты просят обратиться до 31 августа в Управление социальной защиты населения для оформления необходимых документов. Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организации, либо подлежит приему на обучение в общеобразовательную организацию. Чтобы крыша не протекала, чтобы внутридомовые сети были надежны, а жильцам жилось комфортно и без проблем. В Саянске ведется капремонт многоквартирных домов. На одном из объектов побывала наша съемочная группа. Успеть до холодов полным ходом идет капитальный ремонт дома номер 4 микрорайона Центральный. Специалистами подрядной организации «Автоматика» и «Свирская» ведется ремонт кровли. Внутридомовые работы выполняются специалистами управляющей компании «Уют». Ремонт идет по графику. И в отличие от прошлых годов, то есть в этом году мы выступаем в роли технического заказчика. Жалоб от жителей я практически не слышу. То есть наши специалисты постоянно там. На самых тяжелых работах внутренних, как мы договаривались с подрядчиком, работают наши управляющие компании. Это на внутрянке, потому что сразу им встало условие, чтобы чужих не было. Варить батареи, стояки, все должны наши, потому что им, чтобы потом обслуживать. Всего на доме предстоит выполнить многие виды работ. Ремонт кровли, фасады, систем теплоснабжения, канализации холодного и горячего водоснабжения. Дом давно заселен был и капитальных ремонтов очень давно не делалось. И думаю, что да, замена крыши хорошо бы, но еще бы сделать и замену, ну, ремонт подъездов бы, и двора бы как бы тоже хорошо бы, и уже асфальт бы поменять, и парковки бы надо сделать уже во дворе. Также капитальные ремонты ведутся на домах номер 3 микрорайона Олимпийского и доме 59 юбилейного. Основные работы на этих объектах выполняются управляющими компаниями из Краидар. В третий год в стране идет кассовая реформа, суть которой – переход на современную контрольную кассовую технику, работа и регистрация которой осуществляется через интернет. Напомним, в июле 2017 года в стране стартовала кассовая реформа, суть которой – переход на новую современную контрольно-кассовую технику. Регистрируется она через интернет. Впрочем, уточняют сотрудники налоговой службы, имеются исключения. Можно принести пакет документов сюда к нам, если планируется, что он будет, например, применяться на территории, есть теперь такое новое понятие, территории, удаленные от сетей связи, территории оффлайн, где нет интернета или он работает с перебоями. Саянск к таким территориям не относится, но предприниматели, решившие осуществлять свою деятельность вне города, могут ознакомиться с перечнем, утвержденным региональным министерством на сайте Министерства Иркутской области. Такие же правила касаются и контрольно-кассовой техники, которая будет применяться в удаленных и труднодоступных местах. Там не применяется контрольно-кассовая техника вообще, за исключением тех случаев, если не применяются электронные средства платежа или не осуществляется торговля под акцизными товарами. Вот если вот эти «но» существуют, то применение контрольно-кассовой техники все-таки обязательно. Если нет интернета, тогда в режиме оффлайн, если есть интернет все-таки, может быть какой-то мобильный интернет, тогда в режиме онлайн. Сотрудники налоговой службы также напоминают, получить любую консультацию и ответы на свои вопросы, связанные с установкой новой контрольно-кассовой техники, можно в отделениях налоговой службы. Современный и уютный новый парк «Зеленый» стал одним из излюбленных мест отдыха горожан. Хотя работы по благоустройству парка еще до конца не завершены, уже сегодня он радует своей красотой и уютом. Место, где отдыхаешь телом и душой – парк «Зеленый» стал любимым местом отдыха горожан и приезжих, а ведь оборудован он за совсем короткий срок. Современный детский игрокомплекс с утра до вечера покоряет детвора, скейт-друм облюбовала молодежь, теперь грезит, которая в снарядах для экстремального спорта и в других районах города. «Приезжает молодежь, также младшего поколения и старшего поколения, и катаются, развиваются, прогрессируют. Доступный парк для детей и парней с профессиональными навыками». «Парк нам очень нравится, сюда мы любим приходить вечером и утром, здесь очень много ребятишек. В нашем окружении здесь это просто какое-то достижение, что можно прийти сюда. И у нас экстремальный можно теперь виды спорта здесь осваивать. Тоже много маленьких детей наблюдают, что от трех даже лет на самокатах, тут катаются на велосипедах и старше. Поэтому очень здорово, что у нас в городе такое появилось. «Часто приходим с детьми гулять сюда, нравится все, устраивает. Живем далеко, но все равно сюда идем. Около знака «Я люблю город Саянск», фотографируются гости города, мы тоже фотографируемся». Работа по благоустройству парка еще не завершена. Предстоит установить светильники и положить бордюр на камень, высадить деревья и кустарники. В августе исполнилось 100 лет со дня рождения генерала Ивана Яковлева, который 18 лет возглавлял внутренние войска России. Сегодня имя Ивана Кирилловича – легенда о войсках охраны правопорядка. В августе этого года исполнилось 100 лет со дня рождения генерала российской армии Ивана Кирилловича Яковлева. Его имя – легенда в войсках Национальной гвардии, созданию которой в этом году исполнилось два года. Генерал Яковлев возглавлял внутренние войска страны 18 лет. Он коренным образом изменил их облик и психологию. Иван Кириллович Яковлев родился 5 августа 1918 года в Ставропольском селе Чернолеское. После окончания сельскохозяйственного техникума в 1939 году для парня началась служба в армии. Ворошиловский стрелок, отличник ГТО Яковлев был направлен в Кемеровское артиллерийское минометное училище и в финскую компанию был отправлен на фронт командиром минометного взвода. После была Великая Отечественная война, освобождение городов России и Европы, три ранения, контузия, шесть боевых орденов, победа в Берлине. После войны Яковлев закончил две военные академии, прошел все ступени карьерного роста. Когда в 60-х годах он возглавил внутренние войска, престиж их в армии и в обществе, был крайне невысок. Иван Яковлев стал исправлять ситуацию. Он изменил уклад и спектр задач этих войск. Создал хорошие условия для службы, строгую дисциплину, мощную боевую подготовку. Обеспечил высокое качество в выполнении боевых задач. Каждый год во внутренних войсках МВД СССР происходили перемены. Где-то весьма значительные, где-то небольшие. Но прогресс был ощутим во всех, ну как мы говорим, сферах жизнеобеспечения войск, служебно-боевой деятельности. За годы становления российских войск охраны правопорядка им пришлось не раз пройти серьезные испытания и в 80-е, и в 90-е, и в начале 2000-х. Но они выстояли, и это заслуга той системы, которую создал генерал Яковлев. Его последним подвигом стала ликвидация во главе своих войск последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Он лично командовал эвакуацией населения, обеззараживанием территории и организации, патрулированием, устранением последствий катастрофы. Я спросил Ивана Кирилловича, нужно ли было уже в зрелом, так сказать, возрасте отправляться туда. Но он мне сказал так, где войска, там и я. Сегодня Росгвардия – важная составляющая общества и государства. Она выполняет задачу по обеспечению общественного порядка, ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль в области оборота оружия. Целью, которую преследует Росгвардия, является помимо обеспечения безопасности государства в целом, также защита прав и свобод каждого гражданина России. Саянский спортсмен Никита Овсяников принял участие в соревнованиях Первенства России по легкой атлетике, которые проходили в Калуге и Челябинске. Воспитанник детской юношеской спортивной школы Саянска показал отличные результаты. Для иных подростков лето – это отдых и каникулы, а для легкоатлетов – напряженные трудовые будни. Зарядка, пробежка, упражнения. Настоящий спортсмен должен быть всегда в форме. Усилия даром не проходят. Несмотря на то, что секция по легкой атлетике работает в Саянске чуть более полугода, спортсмены показывают высокие результаты. В очередной раз это доказал Никита Овсяников, который летом принял участие в двух значимых для легкой атлетов страны соревнованиях. Первенство России проходило в Калуге в июле. Подтвердили норматив кандидата в мастера спорта, который выполнили в мае, и заняли шестое место. А первые шесть мест попадали в сборную в России. Затем была эстафета. В эстафете было четыре человека с Иркутской области, четыре по сто. Бежали, выиграли серебро. Затем следовали очередные соревнования. В Челябинске Никита Овсяников принял участие в чемпионате России по легкой атлетике среди юношей до 20 лет. Выступил также успешно. Там он бежал эстафету, стали чемпионами России, показали очень хорошее время, 42 секунды. Также он там бежал 200 метров, пробежал, также он был шестой, пробежал 22.09. Это по личному рекорду. То есть это очень быстрое время. Я ставил задачу, самую минимальную, это попасть на чемпионат России. Я его выполнил. Также было задание выполнить кандидата в мастера спорта. Я все выполнил. Ну а что-то перевыполнил, может быть? Ну, конечно, мы стали чемпионами России в эстафетном беге. Вот это очень радует. Талантливого парня заметили ведущие тренеры Иркутской области. В настоящий момент Никита учится в школе Олимпийского резерва, высшей школе спортивного мастерства. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!